Ребята, намаскар! Приветствую вас на своем канале. Это йога уроки с Наташей Олег. И сегодня у нас новая практика, новая комплексная последовательность. И приглашаю вас присоединиться, позаниматься. Итак, мы садимся в удобную позу, такую, в которой комфортно нашим ногам. Мы можем вытянуть позвоночник, выпрямиться, сесть прямо. Руки лучше всего положить на колени, прикрываем глаза, концентрируем внимание на себе. Это крайне важно, это ключевой момент нашей тренировки, чтобы в течение занятия, выполняя любые упражнения, статические, динамические, силовые, гибкостные, балансовые, наше внимание было направлено на собственное тело, на собственное дыхание. В каждый момент времени отслеживайте, присутствует ли ваше дыхание, как вы себя чувствуете. И если отмечаете, что какое бы то ни было упражнение вызывает у вас дискомфорт, сбой дыхательного ритма или болезненность, то смело делаем шаг назад. Выполняем упражнение в подводящем варианте, либо вообще отказываемся от него, чтобы не причинить себе травму, не причинить себе вред. В то время как в движениях упражнения, где вы наблюдаете свой потенциал, ресурс, сделать упражнение глубже, интенсивнее включиться, при выполнении конкретной асаны не останавливайте себя, ускоряйте свой прогресс, но не теряйте осознанность. В любом случае, данная тренировка, как и все прочие другие, должна приносить вам удовольствие, пользу, энергию и ни в коем случае не приводить вас в какие-то негативные моменты. Концентрация при выполнении практики йоги очень важна. И в настройке мы как раз работаем с тем, чтобы сосредоточиться и сконцентрироваться. Делаем несколько медленных полных дыханий. Стараемся продышать, задействовать весь объем легких. Отмечаем, что движение есть во время дыхания и в области живота, и в области ребер, и грудной клетки. И даже плечи расправляются во время вдохов. И вдох идет по задней стороне тела, двигаются лопатки, воплощается поясница. Все эти моменты необходимо замечать, отслеживать. Выполняем очередной медленный вдох и медленный выдох. И соединяем ладони на мосты о груди. Сегодня мы необычным образом начнем нашу практику. Мы начнем ее с самомассажа. Растираем ладошки до приятной температуры. Согреваем их. Стимулируем наши рецепторы. Нервные окончания. Их на ладонях очень много. Руки у нас чувствительны, восприимчивы. Наша задача – это чувствительность распространить на все тело. Согретые руки размыкаем, подносим к лицу. Если нет никаких ограничений, слегка надавливаем ладошками на глаза. Если нельзя этого сделать, то просто согреваем ладонями веки. Отлично. Хорошо. Опускаем руки на колени, открываем глаза и начинаем глаза двигательной гимнастики. Делаем движение глазами против часовой стрелки. Один. По кругу. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Теперь жесткими пальцами простукиваем свою макушку. И это может быть не очень приятно, но это крайне эффективно, потому что расслабляет кожу головы, улучшает кровоснабжение, как следствие питание волос головного мозга, боковые стороны головы. Простукиваем свой затылок. И затылок можно даже не только простукать, но и промассировать. Пошевелить кожу головы под волосами. И далее мы делаем небольшой наклон, голову вперед и начинаем растирать свою шею. От затылка до седьмого шейного, до первого грудного, все позвонки. Причем делаем этот массаж достаточно интенсивно. Это не просто нежные и ласковые поглаживания. Это такое активное трение, чтобы становилось жарко, чтобы улучшалось кровоснабжение ткани. Переходим к надплечиям. Тоже хорошо, хорошо, хорошо их массируем, растираем. Согреваем. Следим, что дыхание не прерывается. В идеале мы продолжаем дышать полным дыханием. Хорошо. И переходим к рукам. Активно от кистей к пищу. Растираем, растираем, растираем его руку. Если ощущений недостаточно и хочется усилить, то применяем шок-массаж. Прохлопываем руки. Пробуждаем наши каналы восприятия. Ну и в то же время такой небольшой стресс себе создаем контролируемый, чтобы тело быстрее проснулось. И другая рука. Такие упражнения лучше, конечно, делать в первой половине дня, после пробуждения, с утра, днем. Вечером мы делаем более мягкие практики, нацеленные на расслабление, а не на тонус. И вечером нам нужно воздействовать на парасимпатическую нервную систему, а утром на симпатическую. Поэтому, если вы делаете эту последовательность вечером, обойдитесь тем, что вы себя просто ласково покладите, спокойно, не спеша. Это будет то, что нужно. Ну а утром можно поинтенсивнее. Хорошо, вытягиваем ноги и делаем динамические наклоны. И поскольку мы еще не совсем разогрелись, колени в наклонах можно смело подгибать и пытаться дотягиваться руками до стопа. Отлично. И сгибаем колени, прохлопываем пиконожные мышцы, бедра со всех сторон. Додицы. Разбудили себя. Переходим к суставной гимнастике. Через стороны поднимаем руки вверх на долгом глубоком вдохе взгляд на потолок. С выдохом скручиваемся в правую сторону на один выдох. Выходим из скрутки, поднимаем руки вверх, вдох. На выдохе скручиваемся в левую сторону, взгляд за плечом. Вдох, выходим вперед еще раз, тянемся, тянемся. И с выдохом наклон вправо, взгляд из-под левого плеча. Вдох, максимально, максимально вытянулись. Выдох, наклон влево, взгляд из-под правого плеча. Вдох, 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 выдох, руки вперед, наклон вперед. Расслабляем шею, таз остается на полу. Если наклон позволяет, лоб тоже на пол. Руками тянемся как можно дальше, вытягивая за руками позвоночник. Мы здесь задержимся, сделаем несколько дыхательных циклов. И приподнимаем голову, переходим в положение кошки, марджориасана, желательно перекатившись через голени. И с положения марджориасана начинаем разминку с шейного отдела. То есть у нас позвоночник в нейтральной позиции, работает только шея. Мы прогибаемся, взгляд направляем на потолок и сгибаемся. Только шея работает, продолжаем. Два, три, четыре. Два, три, пять, шесть, семь, восемь. Теперь скрутки поворота головы влево-вправо. И поворачивая голову, мы стараемся касаться подбородком плеча и смотреть за плечо, чтобы глаза тоже двигались. Один, два. Два, держим тонус живота, не провисаем в пояснице. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Переходим к грудному отделу плечи, лопатки, отжимания в плечах. Проваливаемся в плечах, стараясь грудью потянуться, потянуться к полу и свести лопатки к позвоночнику. И второе движение. Толкаем руками в пол и пробуем раздвинуть лопатки. И чем амплитуднее это движение получается, тем на самом деле лучше. Поначалу будет непонятно, как это выполнять, что работает. Мы пытаемся и с малой амплитуды расшевеливаем себя, увеличивая мобильность плеч и лопаток. Локти стараемся здесь не задействовать. Локти мы поработаем отдельно. Снимем еще пять, четыре, три, два, один. И немного усложним задачу. Поднимаем колени и продолжаем делать отжимания в плечах из положения планки. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Возвращаем колени на пол. Продолжая работать плечами, лопатками, грудным отделом, подключаем локти. Следующая веньяса – аштанга намаскарасана. Если вам тяжело из нее отжиматься, то до точки невозврата. Можно не касаться грудью к полу. И кошка с круглой спиной. Это облегченный вариант. Давайте с него начнем. Итак, прогиб взгляд вперед, вдох, шея тоже работает. Выдох, кошка сгибаем, шею раздвигаем лопатки. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И я предлагаю немного усложнить эту веньясу, заменив злую кошку. Позу на четвереньках с раздвинутыми лопатками четурангой. И нам также надо будет не терять движения в шее. Поэтому мы делаем на вдохе аштанга намаскарасану, затем подаем плечи вперед, подкручиваем таз на себя, стараясь загладить поясничный прогиб и пытаемся коснуться пола лбом как можно дальше за ладонями. Если этот вариант слишком тяжелый, повторяем восемь раз в предыдущем упражнении, в предыдущем формате. Итак, аштанга намаскарасана вдох, прогиб в шее, прогиб в пояснице и грудной модель. И на выдохе плечи подаем вперед, сгибаем шею, подкручиваем таз, можно поднимать колени. Продолжаем. Два. Три. Следим, чтобы было движение в пояснице. Четыре. Таз выполняет то наклон вперед, то наклон назад. Два. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вдох. Выдох. Отлично. Колени на пол. Возвращаемся в кошку с круглой спиной. Если очень устали руки, то легкая компенсация. Выкладываем ладони на тыльные стороны, слегка надавливая на них. Но это должно быть, естественно, комфортно и безболезненно. И едем дальше. Переходим к скруткам. С правой руки вдох. Нейтральное положение. Выдох. Левая. Снова правая. Разворачиваем грудную клетку. Левая. Правая. Вдох. Выдох. Левая. Вдох. Выдох. Так. И еще по два раза. Ладони под плечи. Едем дальше. Вращение тазом. Вращение только тазом. Стараемся здесь грудной отдел ребра не задействовать. Если там есть движение, то оно минимальное. Продолжаем. Пять. Четыре. Три. Два. Один. В обратную сторону. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Соединяем колени. Переходим к следующему упражнению. Таз вправо. Вперед. Лево. И назад. Сгибаем колени. Рисуем тазом круг над полом. Продолжаем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. В обратном направлении. Один. Два. Круг максимального диаметра. Три. Четыре. Пять. Два. Два. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Уже становится тепло. Мы уже хорошо поработали с позвоночником. И приходим к следующему упражнению. Это будет достаточно интересная комплексная веньяса. Давайте ее немного разберем. Итак. Из положения ваджасаны мы правую руку переносим на правую стопу. Ладонь на пятку. Со вдохом поднимаем таз. Переходим в позу верблюда. И через вытяжение левого бока. Левую руку мы вводим в правую диагональ. Ведем ее в сгибание. За голову разворачиваемся через боковой наклон в прогиб. А с выдохом мы снова сгибаем колени. Кладем левую руку на правое колено. Локоть на пол. И вытягиваем правую руку в диагональ. Выглядывая из-под плеча. Вытягиваем правый бок. Теперь соединяем. Вдох. Через левый бок прогиб. Выдох. Наклон. И вытяжение правого бока. Продолжаем. Два. Таз на вдохе толкаем как можно дальше вперед. Выдох. Наклон. Стараемся усадить ягодицы на пятки. Три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Семь. Восемь. Отлично. Меняем сторону. Левая рука на левую стопу. Правая рука в левую диагональ. Вдох. Выдох. Правая рука на левое колено. Локоть на пол. И смотрим из-под левого плеча на потолок. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Пять. Восемь. 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 Супер. Возвращаемся в положение кошки и едем дальше. Вращение в правом возобедленном суставе. Сгибаем колено и начинаем вращать колено. Рисуем круг, стараясь поднимать его как можно выше на полной амплитуде. Два, три, четыре. Если все нормально, разгибаем колено и прямой ногой. Носок от себя. Пять, большой круг рисуем. Шесть, семь, восемь. Снова сгибаем колено и в обратную сторону внутреннее вращение. Один, два, три, четыре. Кто готов, разгибаем колено прямой ногой. Пять, продолжаем движение в этом же направлении. Шесть, семь, восемь. И вытягиваем правую ногу назад, а левую руку вперед. Со вдохом растягиваемся по диагонали. Выдох, сгибаем спину, локоть колена и касаемся локтем колена. Со следующим вдохом разгибаем. На выдохе сгибаем. Продолжаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Возвращаем левую ладонь на пол. Немножечко смещаем левую голень за пределы коврика. И разворачиваемся вправо, переходим в одну плоскость. Поза похожая на позу полумесяца, только укороченный рычаг мы на колене. Развернулись. У нас грудная клетка в сторону смотрит, таз открыт. На вдохе мы тянемся рукой за голову, ногой, соответственно, в противоположном направлении. А на выдохе касаемся локтем колена, разворачиваем бедро наружу. Колено поднимаем как можно выше. Два, вдох, выдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И теперь делаем захват правой рукой за правую ногу и уводим ее за спину, стараясь максимально разгибать тазобедренный, прогибаться в грудном отделе, толкать грудь вперед, а ногу отодвигать назад. Пятку как можно дальше от ягодицы, правое плечо над левым. Дышим. Ощущение прогиба, разгибания в правом плече, в правом тазобедренном. Дышим. Два, три, четыре, пять. И теперь закрываем таз, разворачиваемся грудью и животом к полу. И если есть возможность, можно использовать ремень, выполняем кольцевой захват правой рукой за правую стопу. Локоть выводим вперед. Один, два, три, четыре, пять. Отпускаем правую ногу и делаем шаг вперед. Правая рука снаружи и колено мы пробуем завести вот сюда, под плечо, так чтобы подмышка была прижата к колену. Левая рука напротив. Переходим к следующей пиньясе. Санчаласана, вдох. Артхахануманасана, выдох. Два. Вытягиваем позвоночник, выдох. Три. Четыре. Если готовы, усложняем на вдохе. Ашва санчаласана. Поднимаем руки, сгибаем плечи и сгибаем левую ногу, заднюю. А на выдохе наклон глубже и пытаемся предплечьями потянуться к полу. И еще. Четыре. Три. Два. Один. Остаемся в санчаласане. Левую ногу поднимаем. Ставим на носок, колено затягиваем. Ладони на полу. Взгляд вперед. Таз стараемся опустить ниже, а спину вытянуть. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Левую ногу разворачиваем на стопу, прижимаем внешний край. Разворачиваемся грудью влево и вытягиваем левую руку в диагональ. Утхита паршва канасана. Правое колено продолжает толкать плечо наружу. Один. Два. Три. Хорошо тянем левый бок. Четыре. Пять. Возвращаем левую руку на пол, но не опираемся на нее поза, стоя на ногах. Левую ногу на носок. Сгибаем правую ногу в колене сильнее. И поворачиваемся в правую сторону, правая рука к потолку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Переходим в бирабхадрасану. Один. Поднимаемся руки над головой. Один. Два. 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 Три. Четыре. Пять. Ладони на пол, наклон к правой ноге, живот прижимаем к бедру и поднимаем левую ногу. Здесь необходимо расслабить шею и прижаться корпусом к правой ноге, как можно плотнее. В приоритете наклон. Один. Два. Один. Три. Четыре. Пять. Сгибаем правую ногу в колене, шаг левой ногой, левое колено на пол и делаем еще один наклон в артха хануманасане. Разгибаем правое колено, левое бедро вертикально, вытягиваемся корпусом к передней ноге. Если можем, опускаем на пол предплечья. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Поднимаем локти, отодвигаем правую ногу обратно и возвращаемся в исходную кошку. Повторяем нашу связку на левую сторону. Итак, левое колено, наружное вращение один. Два. Три. Четыре. Если все хорошо, ногу разгибаем в колене прямой ногой, рисуем амплитудный круг. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Снова согните колено и внутреннее вращение. Один. Два. Три. Четыре. Прямая нога по возможности. Продолжаем. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Уводим левую ногу назад. Правую руку вперед. Растягиваемся по диагонали. Вдох. И делаем сгибание. Достаем локтем до колена. Выдох. Раз. Сгибание. Вдох. Сгибание. Выдох. Два. Сгибание. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Чем выше рука и нога, тем лучше. И восемь. Правая ладонь на пол. Немного разворачиваем правую голень. И поворачиваемся влево. Вытягиваем левый бок. Левая рука накрывает голову. Левая нога тянется к стене. Задний. Вдох. Вытянули левый бок. Выдох. Встречается локоть с коленом. Колено наружу. К потолку. Два. Три. Контролируем свой баланс. Держим банки. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Захват. И разгибаем левый тазобедренный. Левое плечо, грудную клетку направляем вперед. Один. Два. Стараемся сводить лопатки к позвоночнику. Три. Пятку левую от ягодицы подальше отодвигаем. Четыре. Пять. Сохраняем захват. Разворачиваемся. Грудью к полу. Закрываем таз. И по возможности выполняем кольцевой захват. Перехватив левую руку и левую стопу. И разворачиваем локоть вперед. Не пренебрегаем оборудованием, если без ремня. Этот захват пока не получается сделать. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Отпускаем левую ногу. Шагаем. Левая ладонь снаружи. Коленка под плечо. Правая рука на той же линии, с другой стороны коврика. Вдох. Вытянулись. Выдох. Наклон к левой ноге. Два. Три. Четыре. Немного усложняем упражнение. Ашфа санчаласа на руки вверх за голову. И сгибаем правую ногу в колене. И на выдохе глубже наклон. Сгибаем локти, тянемся предплечьями к полу. Продолжаем. Четыре. Три. Два. Один. Сгибаем левую ногу в колени, правую ставим на носочек и затягиваем правое колено, ладони плотно прижаты, таз ниже, взгляд вперед, вытягиваем позвоночник. 1, 2, 3, 4, 5, разворачиваем правую ногу на стопу, левая ладонь осталась полностью прижата до запястья, поворачиваемся грудью вправо, правый бок, правая рука в диагональ, левое колено толкает левое плечо наружу. Есть небольшое изометрическое сопротивление. Тянемся, дышим. 1, 2, 3, 4, 5, опускаем правую руку на пол, правую ногу снова возвращаем на носок, таз ниже, скрутка влево, левая рука вверх, взгляд на потолок. 1, 2, 3, 4, 5. Ноги остаются в этом же положении, мы выходим из скрутки и переходим в воина первого. 1, вес распределяем равномерно на две ноги, устойчивое положение. 2, 3, 4, 5, опускаем ладони на пол, живот прижимаем к левому бедру и сохраняем эту складку в наклоне. Правая нога вверх, это баланс по сути, но нас интересует не то, насколько высоко мы поднимем балансовую ногу, а то, насколько плотно мы сделаем наклон к левой ноге. 1, 2, 3, 4, 5. Вдох, сгибаем левое колено, правой ногой делаем шаг, возвращаем ногу на стопу и опускаем на колено. И продолжаем работать с наклонами, разгибая левую ногу. Если есть возможность, опускаем руки на предплечье. 1, 2, 3, 4, 5. Отлично, отодвигаем левую ногу назад, переходим в планку, вдох, отжимаем чатуран, выдох. Собака мордой вверх, вдох. И собака мордой вниз, выдох. Несколько спокойных дыханий. И для следующего упражнения я бы посоветовала вам взять какой-то предмет для того, чтобы лучше контролировать выполнение упражнений. Но в общем целом можно обойтись и без этого предмета. У меня будет кирпич. Можно взять небольшую подушечку, например, или сложить полотенце в несколько слоев. В общем, все что угодно, на самом деле нам необходимо будет проконтролировать активную работу на сгибание сначала коленного сустава, затем дозабедренного. Давайте разбирать. Итак, из положения Адха Муха Шванасана, собака мордой вниз, мы берем правой рукой кирпич, свой предмет, и зажимаем, здесь аккуратненько, не упадите, под правым коленом этот предмет. Для того, чтобы обеспечить активное сгибание коленного сустава. Колени соединяем вместе, стопа правая на себя. И теперь поднимаем колено как можно выше, разгибая тазобедренный сустав. Важно следить за тем, чтобы колено было всегда направлено в пол, чтобы в сторону оно не уходило, чтобы у нас было чистое разгибание с закрытым тазом. Это достаточно тяжело сделать, особенно если предмет у вас небольшой, и вам приходится прикладывать усилия для того, чтобы контролировать сгибание колена. Как вариант, двинуть кирпич ближе, например, к стопе. Не под саму коленку, а ближе к стопе. Пяткой тянемся к ягодице. Итак, бедро как можно сильнее разгибаем, колено в уши поднимаем, держим позу раз, держим позу два. Это на самом деле гораздо сложнее, чем поднять прямую ногу. Три, четыре, пять. И едем дальше. Переходим в планку. И сейчас, внимание, левой рукой достаем кирпич под коленкой и прижимаем его к колену. Теперь коленом зажимаем кирпич под грудью. Не бедро к животу, а колено к груди. И носочек от себя, плечи над ладонями. Активное сгибание теперь в позабедренном мы себе создали. Чтобы не уронить кирпич, держим раз, держим два, держим три, четыре, пять. И вот теперь можно этот кирпич выронить, шагнуть правой ногой. Встаем, разворачиваемся влево, разворачиваем левую стопу и вытягиваем руки в сторону. Отстраиваем треугольник. Вдох, растянулись на выдохе. Таз лево, правый бок вытянули. Входим в позу треугольника. Вытягиваем оба бока. Внимание, на левую ладонь, левое плечо над правым. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо, переходим в париврита арха чандрасана. И здесь вам может снова понадобиться кирпич. Рука на кирпич или на пол, чуть в диагонали. Левая рука, чуть в диагонали от правой стопы. Поднимаем левую ногу, разворачиваемся вправо, поднимаем правую руку. Теперь стараемся, чтобы правое плечо было над левым. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Сгибаем правое колено левой ногой. Шаг. Выдох. Силовая вариация арха чандрасана. Руки параллельно ушам. Вытягивая диагональ от кончиков пальцев рук до левой пятки. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Уводим руки за спину. Собираем в замок за спиной. И стягиваем лопатки к позвоночнику. Вес оставляем только на правой ноге. Переходим к дирабхадрасану третью. Левая нога до параллели с полом. Замок как можно выше. Направляем его к потолку. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Отпускаем замок ладони на пол. Шаг левой ногой назад. Вдох. Шаг правой. Четуранга. Выдох. Уртха мукха шванасана. Вдох. Адха мукха шванасана. Выдох. Супер. Повторяем все на другую сторону. Одноименные. Левой рукой берем кирпич. Зажимаем кирпич через свой предмет. Под коленом. Ближе к стопе. Чтобы вам было необходимо прилагать усилия на сгибание колена. Стопа на себя. Пяткой тянемся к ягодице. И начинаем разгибать бедро. Следим, чтобы колено не уходило в сторону. Чтобы колено было всегда направлено вниз к полу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Супер. Выходим в планку. Выносим плечи над ладонями. Правой рукой достаем кирпич. И зажимаем между коленом и грудью. Носочек теперь левый от себя. Плечи вперед. Один. Активное сгибание бедра. Плечи над ладонями. Три. Четыре. Пять. Отлично. Бросаем кирпич. Шагаем левой ногой. Поднимаемся, разворачиваясь в правую руку в сторону. Вдох. Триканаса на выдох. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Правая рука на пол. Можно использовать кирпич. Правая нога вверх. Таз закрыт. Разворачиваемся грудью влево. Стараемся, чтобы левое плечо было над правым. Париврита артха чандрасана. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Шагаем правой ногой. Левое колено 90 градусов. Выдох. Силовая вариация воина. Один. Четыре. Два. Три. Четыре. Пять. Уводим руки за спину. Соединяем замок и сводим лопатки. Вдох. Выдох. Переходим в воина третьего. Баланс. Правая нога. Параллельно полу. Таз закрываем, бедро закручиваем вниз. И как можно выше замок. Один. Два. Такое мощное разгибание в плечах. Три. Четыре. Пять. Отпускаем руки. Опускаем их на пол. Шагаем правой ногой назад. Вдох. Шагаем лево и отжимаем чатурангу. Выдох. Уртхвамукхашванасана. Вдох. Адхвамукхашванасана. Выдох. Взгляд вперед. Шаг или прыжок. Стопы к ладони. Вместе. И сгибая колени, переходим в уткатасан. Руки над головой. Серия силовых асан на восемь счетов в каждом положении. Здесь вес больше в пятки. Мы можем видеть под коленями свои пальцы. Стоп. Это правильная отстройка. Остаемся еще два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Бокасы на ладони, на пол. Если поза не освоена, мы пытаемся ее выполнять в своем подводящем варианте на восемь счетов. Поднимаем пятки, таз высоко, колени прижимаем к плечам и подаем плечи вперед, чтобы чувствовался вес на руках. Сгибаем одну или обе коленки. Если все хорошо, пытаемся разгибать локти. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Шаг или сброс ног в планку четурангу и переходим в положение лежа на животе. Руки перед грудью. Приподнимаем грудную клетку, вытягиваемся. Носочки от себя, ноги активны. И выводим руки вперед. На восемь счетов прогиб силовой шлаб хасана. Поднимаем все, что можем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отлично. Ладони под плечи, собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Шаг. Мы лучше прыжком вперед, скрести в голени, усаживаемся. Немного сдвигаемся к началу коврика. Коленки вместе. Обхватываем руками свои ноги, руки снаружи и делаем захваты большие пальцы. Если нет такой возможности, захват защит колодки. Отклоняемся назад, поднимаем пятки. Находим баланс на седалищных и начинаем разгибать колени. Стараемся вытягивать позвоночник. Находим здесь равновесие. На пять счетов. Раз. Два. Обязательно прочувствуйте, за счет чего держится этот баланс. Три. Четыре. Пять. Теперь контролируемый перекат назад. Нам необходимо согнуть спину и очень мягко лечь на спину и увести ноги за голову. Как в позе плуга, как в халасане. Вдох. Увели ноги за голову. И на выдохе перекатом вернулись в баланс. Легче, если подсогнуть колени во время переката. Если у вас все хорошо получается, то садимся и не сгибаем ногу в коленях. Повторяем еще семь раз. Поехали. Вдох. Выдох. Вот. Стараемся не терять равновесие. Добивься шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Переходим в баланс. Снова в нем укореняемся. Баланс держим на седалищных уграх. Отпускаем ноги на басана и остаемся на восемь счетах. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Супер. Вдох. Скрест голени. Выдох. Четуранг. Собака мордой вверх. С вдохом. Собака мордой вниз. С выдохом. Едем дальше. Если необходимо, сейчас задержитесь на некоторое время. Сделайте несколько дыханий в адхо-мухо-шванасане или даже в позе ребенка. И мы продолжаем. Если вы были в позе ребенка, сейчас вернитесь в собаку мордой вниз. Сгибаем правую ногу в колени. Активное сгибание. Сейчас мы уже не будем использовать кирпичи. Попробуем сделать без оборудования. И отведение ногу в сторону. Так, чтобы бедро стало параллельно полу. Это не очень сложно, пока нога согнута в колени. А теперь нам необходимо, оставляя бедро на этом же месте, разгибать колено. И не терять геометрию позы. Собака мордой вниз. Стопа должна быть на линии с тазом. Держим. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Супер. Сгибаем правую ногу, шагаем вперед. Левую ногу разворачиваем немного в диагональ. И прижимаем стопу к полу. Вытягиваем позвоночник. Вдох. И на выдохе скручиваемся вправо. Переходим с париврита триконасан. Взгляд на потолок. Подобно, как мы делали в балансе париврита артха чандрасан, мы стараемся, чтобы правое плечо было над левым. Чтобы грудная клетка к полу не разворачивалась. Колени прямые. Обе стопы прижаты. Если необходимо, левая рука на кирпиче. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Теперь переходим в артха чандрасану. Правая рука на пол чуть в диагонали от стопы. Левая нога вверх. Разворачиваемся грудью влево. Поднимаем левую руку. У нас была похожая асана. Мы ее выполняли в динамике в кошке. Помните в начале тренировки? Вот это то же самое, только на длинных рычагах. Классика. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отсюда переходим в воина второго. Сгибаем правую ногу. Широкий шаг. Шаг поширим. Прямо увеличите расстояние между ног. Руки в стороны. Бедра вращаем наружу. Правое колено. Стараемся уводить как можно дальше в сторону. Копчик к полу. И внимание. Пытаемся ногами стягивать кобрик к центру, чтобы активировать приводящую мускулатуру. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Поднимаем правую руку вверх, левую опускаем вниз. И сгибая локти, пытаемся соединить руки за спиной. Тоже либо делаем захват, либо используем ремень или иное оборудование. Ноги остались как есть. Правое колено мы контролируем. Выполняем боковой наклон влево. Левым локтем стараемся достать до ягодицы. А правый локоть направить к потолку и посмотреть на потолок. Один. Два. Три. Внешний край левой стопы плотно прижат. Четыре. Пять. Вдох. Разгибая правую ногу, освобождаем руки, разворачиваем правую стопу параллельно левой. Прасарита падатанасана. На вдохе за макушкой тянемся вверх. На выдохе захватываем большие пальцы стоп. И тянемся макушкой к полу. Локти в стороны. Один. Два. Три. Если голова легко, кстати, достала до пола, можно немножко сократить расстояние между ног, чтобы создать большее натяжение. Четыре. Пять. И можно немного задержаться еще в наклоне, либо превратить эту позу в перевернутый баланс. Как вариант. Шершасана с опорой. Салампа шершасана. Пинча майорасана. Стойка на предплечах. Или стойка на руках. При этом мы будем пытаться входить в асану через так называемый спичак. То есть поднимать ноги одновременно правую и левую через стороны. Давайте начнем, пожалуй, со сложного. Попробуем делать выход стойку на руках. Но это моя вариация. Вы можете ее заменить, либо вообще отказаться от выполнения и побыть еще немного в наклоне. Итак, ладони под плечи. Нам необходимо приносить вес, естественно, на руки. Не важно, какой баланс. И одновременно поднимать ноги. Погнали. Можно себе помочь, вот как я сейчас, если вы стоите близко к стене, поставить стопы на стену. И поработать со стойкой, поотжиматься в плечах. Очень хороший, кстати, вариант, чтобы проработать плечевой пояс. Как подводящие упражнения. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Аккуратненько возвращаем ноги на пол. На вдохе поднимаемся. На выдохе разворачиваемся к правой ноге. Четуранка. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. Повторяем на левую ногу. Итак. Из собаки мордой вниз. Атхамуха шванасана сгибаем левую ногу в колени. Делаем отведение бедро до параллели с полом. Колено напротив таза. И разгибаем колено. Посмотрите, что нога у вас параллельно полу. Стопа примерно на линии с тазом. Держим асану. Один. Продолжая работать. Как и положено в собаке мордой вниз. Вытягиваем позвоночник. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Сгибаем левую ногу. Шагаем вперед. И переходим в полевитя триконасану. На вдохе вытягиваемся. Обе стопы прижаты. Правая стопа 45 градусов примерно. С выдохом скрутка. Разворачиваемся влево. Если необходимо, под правую руку кирпич или руку на голень. Позвоночник вытянут. Два. Три. Четыре. Пять. Артха чандрасана. Левая рука на пол. Вдох. Правая нога вверх. Таз открываем. Правую руку поднимаем. Выдох. За один выдох вошли в позу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Вдох. Шаг правой ногой. Выдох. Войн. Увеличиваем еще немного расстояние между ног. Внимание поверх левой ладони. Наружное вращение в тазобедренных суставах. А стопами стягиваем коврик к центру. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И левая рука вверх, правая вниз. Вдох. Соединяем руки в замок за спиной. Выдох. Ноги контролируем. Это же положение. Боковой наклон. Тянем левый бок. Правым локтем тянемся к ягодице. Левый локоть направляем вверх. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И на вдохе. Поднимаемся. Разгибая левую ногу. Освобождая руки. И разворачивая стопы параллельно друг к другу. Вторая просорита падатанасана. И второй баланс. Стойки на руках, на голове или на предплечьях. То, что мы выберем, даже можно с использованием стены, если сегодня нет ресурса делать эти позы. Либо вообще от них отказаться. Итак, в этом варианте ладони на пол. Макушка тянется к полу. Вытягиваем позвоночник тоже. Если легко головой достали до пола, сокращаем состояние между ног. Один. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. И переходим к сложной части, силовой части. Любая стойка. Попробую еще раз выйти в выход, уже без стены. Надеюсь, получится. Но если что, заменим пинчем и урасаной. Итак, отстраиваемся, настраиваемся. Выполняем. Взятие. 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 очень сильно смущает. Давайте попробуем еще что-нибудь делать, если есть силы. Например, выход в стойку на голове. Аккуратненько. Иногда даже знакомые позы, если мы в них выходим непривычным для себя образом, кажутся достаточно сложными. Именно этот переход. Задержитесь некоторое время. И вернуться необходимо по обратной траектории. Также опустив ноги на пол через стороны. Отлично. Даже если не очень получилось, это все равно круто. Все равно необходимо попробовать познакомиться с этим новым упражнением, если оно для вас новое. И потихонечку-потихонечку внедрять в свою практику. Разворачиваемся к левой ноге. Вдох. Четуранга. Выдох. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Отлично. Делаем шаг ногой вперед. Широкий край коврика. Еще один небольшой силовой блок. Будем плавненько заканчивать. Стопы 45 градусов. Рудрасан. Присаживаемся. Поднимаем руки. Держим позу. Один. Два. Колени вращаем наружу. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ладони на пол. Чуть сокращаем расстояние между ног. Усаживаем бедра на плечи. Вес на руках. Можно оставить стопы на полу, но если есть возможность, сгибаем колени, зажимаем под коленками свои плечи. и переходим в куджи-педасану. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Если есть возможность, превращаем куджи-педасану в бакасану. По одной или одновременно обе ноги. Уводим назад. Бакасана. Шагом или прыжком. Четурангу. Ложимся на живот. Удлиняем позвоночник. Следующий прогиб поза лука. Тханурасана. Если что-то против этой асаны имеете, можно повторить шалабхасану. И поднимаем бедра как можно выше. Сводим лопатки. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Отпускаем ноги. Собака мордой вверх. Вдох. Собака мордой вниз. Выдох. Прыжок вперед. Садимся. Вдох. Колени в стороны. Положение бабочки. Захват за стопы. Пальцы или щиколотки. Руки изнутри. В прошлый раз было наоборот. Руки были снаружи. Сейчас руки изнутри. Отклоняемся назад. Поднимаем пятки. И начинаем разгибать колени. Балансовый вариант. Бавиштаканасаны. Пять счетов. Один. Два. Три. Четыре. Пять. И пять. Восемь перекатов на спину. Это тоже должно быть контролируемое движение. Мы переходим из балансовой позиции. В супта. Канасану. На вдохе. И возвращаемся на выдохе. И точно так же сесть, подсохнув ноги в колени, гораздо проще. Продолжаем. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Находим баланс. Внимание. Отпускаем ноги. Соединяем локти с коленями. Спинку ровно. Позвоночник вытягиваем. Ладони на масте. Локти касаются колен. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Супер. Отлично. Стопы вместе. Вдох. Наклон. Выдох. И некоторое время остаемся в наклоне. Отдыхаем. Вдохи садимся прямо. Делаем комфортную скрутку. Примерно на пять дыханий. В правую сторону. Вдох. Начинаем потихонечку расслабляться. Эти упражнения уже можно делать, прикрыв глаза. Теперь делаем скрутку в левую сторону. На выдохе ложимся на спину. Поднимаем таз. Можно ограничиться полумостиком. Но если тело просит, хочет, настаивает. Уртфатханурасана. Полный мост. И тоже стараемся в этой позе больше акцентировать внимание на гибкости, нежели на силе. Подышать. Держим у дьянабанху. Дыхание обязательно диафрагмальное. Грудное, ребра должны двигаться во время этого дыхания. Шея расслаблена. И плавно ложимся. Делаем на несколько дыханий компенсацию или в Паванамуктасане, или в Анандабаласане, позе счастливого ребенка. Шея расслаблена. И переходим платно в перевернутые асаны. Халасана, Сарвангасана, Уртхвападмасана, Карнапидасана. В общем, здесь я вам даю возможность для творчества и самостоятельной практики. Очень важно учитывать ограничения при выполнении перевернутых асан. Мы их не делаем, если у нас присутствует нестабильность в шейном отделе, повышенное внутричерепное, артериальное давление. И не рекомендуется делать эти позы во время критических дней. Собственно, если вы себя хорошо чувствуете, вы их выполняете на 8, 10, 15 дыхательных циклов в каждом положении. Можно сделать одну или две асаны, ограничиться небольшим количеством вариантов. Можно задержаться на подольше, учитывая, естественно, что вам комфортно и вам нравится это состояние. И после перевернутых асан необходимо отдохнуть, сделать качественную шавасану для восстановления сил, расслабления мышц, успокоения ума и гармонизации состояния. Ну, а у меня на сегодня все. Я буду заканчивать этот урок. Благодарю вас за практику, жду ваших комментариев, жду того, что вы будете делать репосты на мои уроки. И наша аудитория, моя с вами, да, наша компания будет больше, энергии будет больше. В общем, мне бы очень этого хотелось. Благодарю вас за поддержку, за подписки, за интерес. До новых встреч. Намасте. Продолжение следует...